Сегодняшнее совещание районного актива ввел глава муниципального образования Хасарту Схеранча Блашапии Салау. В традиционном начале Мусим Али Султан, управляющий делами, информировал присутствующих с важным мероприятием, где принимал участие глава и его заместители. 4 апреля в рамках акции поддержанной главы Республики Дагестан «Зеленые километры» и плана мероприятий по поведению 90-летнего юбилея Цельского района состоялось мероприятие по посадке Саранцев-Диризи вдоль придорожной полосы межпоселинской дороги селения Эндирига и приняли участие депутаты представительного органа муниципального района, руководители структурных подразделений, подвергнутых учреждений, сфере образования, культуры, спорта, федеральных и республиканских территориальных органов исполнительной власти Республики Дагестан, судебных, задорных, правоохранительных органов власти, социального блока, сферы здравоохранения, представители партийных объединений, общественных организаций, духовенства и молодежных движений. Глава района Салава Джалан Чихапиевич отметил о важности проведения мероприятия как сохранение и приумножение экологической культуры и воспитание подрастающего поколения любви к природе. В ходе акции было посажено более тысячи саженцев деревьев, липы, ясеня и кульона. Подобные мероприятия будут проходить в сельских поселениях в рамках объявленного месячника по санитарной очистке благоустройства территорий и послужат одним из критериев оценки благоустройства населенных пунктов. 4 апреля в актном зале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи по инициативе генерального директора государственной корпорации «Онда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» Цесина Константина Георгиевича по обсуждению вопросов порядок взаимодействия участников инвентаризации централизованных систем водоотнажения. В работе с директором совещания приняли участие заместитель министра Министерства Республики Дагестан Хабакаров Ибрагим Булович и представители сферы ЖКХ в органах местного управления региона. От Касейского района в работе мероприятия принял участие директор Муниципального района Учреждения Управления ЖКХ Муниципального района Алхаматов Казбек Чалаудинович. 5 апреля в администрации Муниципального района состоялось совещание в режиме видеоконференции по инициативе Министерства по земельным и мышечным отношениям Республики Дагестан по обсуждению вопросов инвентаризации газовых и электрических сетей Республики Дагестан под руководством заместителя председателя правительства Республики Дагестан Толстиковой Екатерина Андреевна. В работе с директором совещания приняла участие начальник отдела имущественных отношений администрации Муниципального района Абакаров Дженетка Малдинова. 5 апреля в здании ОМВД России по Республике Дагестан в Союзском районе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное 56-й годовщине Дня работников Следственного органа. Открыл работу мероприятие начальник отдела МВД России по Республике Дагестан в Союзском районе Адебиков Асламбек Абумажетович. Председатель собрания депутатов Муниципального района Ахай Марат Шахполтанович и заместитель главы администрации Муниципального района Бакиев Имам Пажак Училкович поздравили от имени главы Муниципального района работников Следственного органа с профессиональным праздником. Их вручили отличившимся работникам почетные грамоты Муниципального района, сам многолетний добросовестный труд, образцовое исполнение своих должностных обязанностей в связи с профессиональным праздником Дня работников Следственных органов. 5 апреля глава Муниципального района Ахай Марат Шахполтанович провел аппаратное совещание по обсуждению вопроса о ходе ликвидации задолженности по налогам, выполнению плана подбора местных налогов, актуализации земельных участков и объектов капитального строительства в поселениях муниципальных образований, где приняли участие заместители главы администрации Муниципального района, руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений. 8 апреля в администрации Муниципального района состоялось заседание комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности в Муниципальном районе под председательством главы Муниципального района Салава Джамачапича, где основные из вопросов обсудили о водоотнажении и эпидемиологической ситуации в районе, в частности связанной со вспышкой острой кишечной инфекции в городе Касавьё. По завершению, в заседании КЧС были приняты протокольные решения. 8 апреля глава Муниципального района Салава Джамачапич провел прием граждан, где принял делегацию, в состав которой вошли общественники и жители сельского поселения Солнечное. В ходе встречи были обсуждены вопросы социально-экономического развития и общественно-политической ситуации населенного пункта. 8 апреля конференц-зале в здании Министерства экономики и т.р. Республики Дагестан составило совещание по обсуждению вопроса о реализации республиканской инвестиционной программы на 2019 год в части объектов, главным распределением бюджетных средств, по которым определённый мини-экономразвитие Республики Дагестан, под руководством начальника управления инвестиций Министерства экономики и т.р. Республики Дагестан Бабудуева Ибрагима Умариевича. В области совещания принял участие первый заместитель главы администрации муниципального района Борташев Загеркадзеевич. Дома Шепич, общественно-политическая ситуация на территории муниципального района спокойная, отчего возникновения конфликтных и протестных акций был алексирован. Затем Мусим Абумажитович зачитал протокольные поручения, где ответственные лица отчитывались о проделанной работе. Поручить Муста-Залееву, Муруле Гасановичу, Абакарова, Ченетка Малдинова, Наливию, Пулпару Драхмановичу и Закалзе и Садомидовичу. Рекомендовать главному сельскому поселению взять под контроль вопрос регистрации права собственности земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании сельхозтоваропроизводителей муниципального района, целью приведения в порядок правоустановывающих документов и участия в программных мероприятиях по развитию сельского хозяйства. Срок исполнения до конца первого полугодия 2013 года. Дома Шепич, по данному вопросу информация подготовлена у начальника управления сельского хозяйства Загалзе и Смагамидович. Дома Шепич, по вопросу закаливания земельных участков, нами была проведена работа права на сельского хозяйства. И эти результаты мы отбили имущество и юридический отбил передать. На сегодняшний день мы также запросили информацию в налоговой инспекции, ждем от них ответа, всех зарегистрированных действующих сельхозтоваропроизводителей сельского района. И последующим, конечно, до однозначного срока, конечно, это очень нужная задача, которые не можем участвовать в программах, не можем получить субсидию, не можем получать государственную поддержку, в том числе и конец связанной поддержки. Только 12 тысячи гектаров, как мы на сегодняшний день получаем государственную поддержку, когда мы можем получать то 60, почти миллион рублей, то 60 тысяч гектаров. На все площади у нас обрабатывается, а подгородную поддержку не можем получить, потому что нету законных документов, в том числе о мелиорации, тоже в последующем буду говорить, тоже обязательно нужны нам законные документы, над чем, конечно, мы поздно будем работать. Понятно, у нас есть сроки, то мы это все завершали, и годами, конечно, не будем этим заниматься. Если мы это сплошной ментализацией не проведем, и то, что даже сельхозтоваропроизводителем, ну, кто-то занимается аграрием, если они не будут оформляться как положено, а как мы будем тогда с ними работать? Вот это самое важное. Я не только вот с вашей службой, скажем, главой поселения тоже отдельно по этому вопросу, требую с них, чтобы они нам давали всю информацию, и мы, чтобы им могли помочь, вот в каком направлении, вот мы, например, в Аксайзе занимаемся. Они мне дали полный список, мы уже органы подключили, РОВД, ТВ, прокуратура, списки тоже нет, и они по одному их тоже вызывают. На самом деле мы же прекрасно знаем, что эти земли пользуются. Люди пользуются, но они хотят оформляться. А наш, можно сказать, недобросовестный землевладелец, он как приводит? Когда ему что-то нужно от государства, когда господдержка нужна, или каких-то грантов участвуют, то тогда идут они оформляться. А в одном случае они любят пользоваться, чтобы их не облагали, конечно, налогами. То мы не могли, государство, чтобы им не могло отправлять уведомления. Поэтому нам очень необходимо, конечно, мы обязаны изменить, у этого злошного нарушителя, конечно, и давать добросовестному землевладелцу. Это крайние меры. Не хочется со своими жителями, хоть они и злостые, конечно, таким мерам приступать. Мы этим обязаны заниматься. А это очень важно. Вот вчерашняя с вами беседа. Вот 700-800 у нас в очереди стоят по молодым семьям. Два человека, только мы с района смогли, а могли бы и 20, и 30 поучаствовать, взять по господдержке. Сколько они ко мне обращаются, даже с этого состава, наверное, многие люди. У меня были и депутатский корпус. Каждый раз отменить эти же 2-3 вопроса. А на самом деле, вчера мы с вами создали два человека, которые я вчера утвердил, и можем только мы за них поручиться. Которые подходят по этой программе, действительно, которые они и работники сельского хозяйства, и дома это не находятся в таком положении, в котором можно участвовать в этой господдержке. Вот из 700-800, вот примерно говоря, два человека с района. Ручить оставил Резвану Идеевичу, религию Плупа Трахмановича, Вакару Аджинет Камалдинову, лутану Майксову и Джумадилу. Под какое предложение по вопросу предоставления специфарных услуги выдачи разрешения на установку рекламной конструкции, аннулирования размещения, выдачи предписания на установленную рекламную конструкцию? В части, определение планирования по размещению рекламных конструкций на территории района, регистрации права собственности, мест установления рекламных счетов, порядок получения разрешения на установку рекламной конструкции, установленная цена размещения рекламной на счетах, налоговое поступление, консолидированный бюджет района. Срок исполнения до 9 апреля текущего года. Джумаджи Петрович, по данному вопросу, информация подготовлена у Арсаева Резвана Никитича. Данная муниципальная услуга, она за мной. Мы в 2011 году разработали и утвердили на сессии районного собрания положение рекламной конструкции, установленную выдачу разрешения. После этого мы разработали регламент и разработали технологическую схему по оказанию данных. Это все понятно, это наши правовые акты. Вы сами же понимаете, что эта работа нами не проводилась. Да, не проводилась. А мы получили одно отношение к нам не было? Конечно, не будет, если мы эту работу не проверяем. Вроде мы здесь главная беденца, которую должны консертировать и взаимодействовать, и призывать всех к работе. И это все ответственность на нас. Наш глава Республики уже не раз собирал главную муниципалитету именно по этой рекламе, что мы привели в соответствии, в порядок привели. Я вас неоднократно собирал. Я вам дал время, чтобы вы изучили этот закон. А у вас каждый раз разное мнение об этом законе. Я вам в последний раз тоже дал время. Вы сейчас изучили его? Изучили, было. Пошла уже почти неделя в последнюю нашей беседы. Кто должен этим заниматься? По продорожной полосе с кем мы должны согласовывать? Отчуждение от федеральной, республиканской, местной дороги. Куда идет такой налог? Какая информация должна быть в этих рекламных шитах? Что вообще называется реклама? Вот это нам важно. И чтобы мы знали тариф и могли по телевизору показывать, чтобы вы могли всем это объяснять. У вас должны быть и ведомостей, она всегда как реклама для них тоже. Чтобы люди не просто обращались к вам, если к вам не дошли, чтобы они не могли, чтобы этим заниматься так не должно быть. Она у нас везде и на сайте, но чтобы вы могли, конечно, за каждую вышедшую на сайте наш правовой рак, чтобы вы могли за это юридически ответить. Вот самое важное. Рекомендую давать Мажету Валерий Ибрагимовичу подготовить информацию в табличной форме про состояние кишечной инфекции на территории района. Срок исполнения каждый понедельник в следующей неделе. Теперь по данному вопросу информация подготовлена Валерий Ибрагимович. По возрасту кишечной инфекции по Хазахстанскому району проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия по предупреждению возникновения острой кишечной инфекции. Во всех случаях острой кишечной инфекции информация передается в секретарь отдела в Республиканском центре инфекционного болезни и в территориальном управлении Госпотребнадзора. Значит, ситуации на сегодняшний день у нас 21 детей лежат в инфекционной больнице и в кишечном отделении. У детей самочувствие. Это то, что мы с вами вчера обсуждали? Да, вчера обсуждали. Это, которое у нас идет естественная жизнь. Это не в рамках какой-то эпидемии, проблемы, то, что недавно было в городе, чтобы я хочу, чтобы коллеги наши знали, люди болеют, попадают в больницу, кто стационар, кто просто получает услугу медицинскую, возвращается, ну, по-разному. Это все, что у нас. Нам самое главное важно, вот как мы вчера обсудили, именно по этой чрезвычайной ситуации, чтобы у нас вот это, чтобы мы от этого были спасены. Но мы не должны расслабляться, уважаемые коллеги, потому что сейчас ротовирусные инфекции это сезонные заболевания. Ротовирусные инфекции это инфекционные заболевания острые, которые поражают кишечник. Им подвержены в основе дети от трех месяцев до шести лет. И, значит, контактный для того есть способ, есть способ передачи воды. Если вирус есть в воде, значит, обычно поражаются дети. Поэтому мы провели семинары в школах, медицинские работники проводили, обучали, и медперсонал обучен. И каждый врачебный участок поделен на микроучастки, в которых закреплены медицинские работники. Поэтому я вас призываю всех, чтобы вы были на сторожи, потому что это сезонные заболевания, чтобы вы сами проводили с населением тоже беседу. Поручитель Султанова из Украины подготовить по мероприятию на 2012 год по достижению значения индикаторов, направленных на снижение неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды срок исполнения до 9 апреля. В соответствии с протоколом в совещании у первого заместителя председателя правительства Республики Дагестана Гусейнова Г. Магомеда Г. Бутаевича по вопросу увеличения налоговых поступлений в консультивный бюджет Республики Дагестан в отрасли розничной торговли, говорящей смазочными материалами, подготовить информацию о проделанной работе по проверке объектов АЗС, расположенных на территории Муиспанского района, срок исполнения до 5 апреля. По данному вопросу у нас было принято распоряжение на 21 марта, была составлена дорожная карта в рамках заданий, которые нам успешно сказали с правительством. Комиссия наша, как и прежде, она продолжает работать и достаточно активно. На прошлой неделе было два выезда, 3 и 4 апреля, но, к сожалению, есть такой, кто-то пускает сигналы и почти многие из наших коммерческих таких объектов, как торговые, мастерские и другие, предупреждены, видимо, бывают закрыты. Но, однако, эта работа, конечно, на этом не останавливалась. Мы находили хозяева, звонили и буквально вчера тоже пару-двоих приходили по оформлению земельного своего... Но это уже хорошо. То есть они уже закрываются, они же чувствуют опасность. Да, они закрываются. Конечно, их выявят, их определят или по-домашнему англиюсу определят. Это уже, конечно, второй этап. Мы можем к этому тоже поступить. На это у нас есть очень большие силы. Но самое главное, что знают, и самое главное, что они не думали, что мы их просто так оставим. Нет, конечно, мы... Мы это пока их просто упреждаем, пока их призываем, хотим, чтобы они действительно на плоскость так были. По поводу неформальной занятости тоже им объяснялось, что должны быть, как мы и решали, 4-5 человек на всех АЗСах и что это влечет за собой, естественно, нашу заплату, чтобы была она открытая легальная и соответственно страховые взносы, пенсионное отчаяние. Потому что всем, кто еще не на пенсии, грозят, что идти на пенсию, у них без страховых взносов... По АЗСам у нас определенная работа отдельно проводится. Да, да, она тоже сделается. Вчера вот мы и были прокурором, на 15-й АЗСам уже закрыты. И сегодня они будут все закрыты, потому что они без отсутствия рецензий, самые главные документы, они свою деятельность ведут. В комиссии были представлены вот эти материалы на все вот эти АЗСы, но она, конечно, естественно, будет продолжаться. А сплошная инвентаризация наших коммерческих объектов, это по нашей дорожной карте, она будет идти в течение года. Я бы хотела, сейчас здесь присутствуют все наши главы, наверное, мы отправили электронно им тоже все эти письма, они тоже должны принять участие в этой сплошной инвентаризации этих объектов. И вам не нужно просто там сидеть, ждать, когда же у вас в поселении будут все коммерческие объекты или там производственные предприятия, когда же с районного руководства прудут и в соответствии приведут эти все объекты. Так не должно быть. Вы должны на местах вы же все это знаете. Это же просто спокойного вашего внимания, покусительства это все проходит. И в любой объект зайдите, вы обязаны у них потребовать, это ваша работа, потребуют у них документы, оформления их, какие они осчитали налоги за истекший год. Вот я, например, по району, уже по крупным нашим предприятиям, уже вот веду вот такой анализ. У нас оставляются уже папки. Завтра в наш район приезжает депутат Народного собрания Республики Дагестан для ознакомления с работой сельхозаваропроизводителей, говорит Идр Загалов, начальник управления сельского хозяйства. А так весеннеполевую работу в разгаре. Завтра у нас большое мероприятие в районе Народное собрание Республики Дагестан большим составом депутатского корпуса, представителей комитетов. Все будут у нас в районе проводить мероприятия по АПК, по агропромышленному комплексу, по подготовке весеннеполевым работам. Хочу потому, что у нас плагом в республике является Северский район, по вопросу Агрария. Поэтому завтра они все у нас собираются. Завтра мы приезжаем депутаты. Мы их будем встречать здесь. Мы подготовились. Дополнительно у нас было с ним на совещании про Великие Звери по милирации. Масштабная программа идти по милирации. И в принципе озвучили там технологии, как мы получаем за сусидию. 2-4 апреля прошли проверочные работы по английскому языку продолжается подготовка к 90-летию района, говорит Крым Султан Кабардин, начальник районного управления образованием. Управление образования работает в штатном режиме. 2-4 апреля в школах прошли все российские проверочные работы по английскому языку и по обществу знанию. И в рамках мероприятий, посвященных 90-летию Северского района, 6-го апреля во всех образовательных организациях стартовали субботники. Ведутся работы по посадке деревьев, цветов, побелка деревьев, бордеров, обрезка деревьев, кустарников. Такие работы ведутся во всех образовательных организациях. И 5-го апреля из Международного детского центра Артек вернулись наши дети. 7-го апреля 20 детей из школ нашего района заехали в детский оздоровительный лагерь «Солнечный берег». На прошлой неделе прошел республиканский конкурс исследовательских работ под названием «Экология родного края». По итогам первое место заняла работа ученика 8-го класса «Солнечный» и, я извиняюсь, советской сошли. Али Мажидов, временно исполняющий обязанности главного врача, информировал о работе в Центральном районе поликлиники и в учреждении здравоохранения района. По Хасвитовскому району здравоохранительные работы или в сплавном режиме выездные бригады осуществляются. Детская бригада выезжала в селение Аксайки-Мироул и в возрастную бригаду выезжала в селение Теречины. Значит, феографическое обследование проходит и в церкви человеку заходило в Хасвитовской Центральной районной поликлиники посещение города 2255. Все в штатном режиме. Мурат Хазырев, начальник ветеринарного управления, говорил о состоянии скотомогильников и о приведении их в порядок. Уважаемые коллеги, в рамках поручения министра сельского хозяйства Абдуна Слима Абдуна Слима Абдуна Слима Академовича работникам Государственного ветеринарного надзора проводятся плановые мероприятия по изучению состояния содержания скотомогильников на местах. Это работа в более усиленном режиме в детстве после того, в случае, когда было зафиксировано острая кишечная инфекция у детей и прошла информация о том, что заражение произошло через скотомогильники. Работники Государственного ветеринарного в течение месяца будут выезжать, будут устанавливать, вернее, выявлять параметры нахождения скотомогильников, там уже по программам, в кое-каких национальных пунктах они в течение недели были, в частности, населения Дзержинского, Октябрьского, Оксаевского. Особо обращаю внимание на те населенные пункты, которые находятся в русле рек Макташ, Оксаевского, там, и рек Су, чтобы нахождение скотомогильников было на почтенном однолене не менее тысячи метров от русского рек и на тысячи метров от населенного пункта. Иначе будут составляться, сначала будут приноситься предписания, а потом составляются административные протоколы об административном правонарушении. Штраф составляет более 40 тысяч и более. Спасибо. Затем глава района рассмотрел вопросы по актуализации земельных участков и Оксов. Отмечал по актуализации наших земельных участков и наших Оксов. Вы же помните, в прошлом году, как-то в одно время расплох. Мы попали по Оксам именно. По земельным участкам, конечно, у нас было 703% исполнения. По Республике Дагеста мы были самые первые. А по Оксам мы отстали. Однозначно, это уже сидит у нас в недоемках на этот год. Поэтому мы с начала года начали определенную эту работу. Вот хочу еще раз несколько упреждений сделать некоторым нашим коллегам. Вот вся таблица, вот, к примеру говоря, у меня на столе. Вы можете сегодня зайти, кому нужно, вот, управление экономики, там, заместитель своим куратором, управление делами. Где хотите, можете взять. И будете видеть весь район. Как я вижу всегда, все муниципалитеты республики, для меня это очень важно, вы имеете в эту таблицу. А эта таблица именно вот наша, внутрирайонная. Вот здесь все поселить. И чтобы кто-то здесь оставал, или там жаловался, или прятался здесь, в скамейке, чтобы не подумал, почему у него ноль, или как-то что-то. Почему у соседа рядом, вот здесь, 136 процентов, там, 211, 342, по 100 здесь очень много. Ребята, которые исполнили. А есть у других ноль, например, я говорю. Вот еще раз требую, чтобы все зашли сегодня же взяли, и кого их нет, эти данные. Возьмите, и если кто слабо работает, или кому как-то тяжело, если у кого-то какие-то вопросы есть, спросите у своего соседа, уважаемые, а как ты это отработал? У всех, еще раз говорю, одинаковые условия. Вот батаюк, например. Вот у него ноль было, вот на сегодняшнее утро у него одно из высоких, это 563 процентов. Ну, ты собрал, собрал материалы, сдал МФЦ, или как-то ты организовал, или пошли сдали. А где мы не ставили, там, по селу? Вот я почему это говорю, потому что я же еженедельно, каждую неделю я сверяю, и вот на эту неделю уже смотрю, вот те 563 процентов. Для этого мне это очень важно, интересно, вот, поэтому я хочу, чтобы ребята тоже слушали. Я представляю, что, наверное, то что будет у кого здесь гулялью тоже поднимать, я думаю, может, у них тоже все же так же в деле, но говорю тем, у кого действительно, кто сам знает, что у него слабо, пожалуйста, обратитесь к своим коллегам, они вам объясняют, пожалуйста, кураторы объясняют. Вот все службы, у кого они все есть, особенно по этим важным направлениям, они вам всегда будут помогать. Конечно, показатели некоторых глав в сельской администрации переваливали за 500 процентов, а у некоторых 5-10, хотя условия всех глав одинаковые, поэтому глава района, Тёмно Шапиевич, потребовал подтянуться и исправить ситуацию.